Греция обычно воспринимается как всецело православная страна. Православие занимает главенствующее положение и это прямо указано в Конституции страны. Тем не менее признается свобода вероисповедания и право католической церкви на внутреннее самоуправление. До раскола единой церкви на западную и восточную, на территории Греции, которая была частью Византийской империи, существовали только отдельные общины латинского обряда, подчинявшиеся западным иерархам. Эти общины состояли, в основном, из купцов, торговцев, дипломатов и других лиц западного происхождения. Сам по себе раскол не привнес почти ничего нового в существующее тогда положение дел на местах. Глубокое проникновение западной церкви на территорию Греции началось после завоевания крестоносцами Константинополя в 1204 году. Вслед за образованием феодальных государств западного образца основывались и новые церковные структуры. Противостояние между восточным и западным духовенством обострилось именно в это время, хотя известны примеры и сотрудничества. На территории Греции было образовано или реорганизовано несколько десятков епархий и 14 архиепархий. По общему правилу, при назначении епископов в полностью греческую епархию отдавалось предпочтение грекам, признавшим папское верховенство, а в епархиях со смешанным населением назначались латиняне. С 14 века, по мере завоевания Греции турками-османами, католическое духовенство постепенно изгонялось из страны. Католическая церковь сохраняла свое влияние в основном на тех островах и территориях, которые оставались под управлением западных государств. В 20-х годах 19 века, во времена национального восстания, оставшиеся католические общины обычно придерживались нейтралитета, оказывая только гуманитарную помощь, считая, что необходимо подчиняться законному государю. К православию у греческих католиков было весьма осторожное отношение после кратковременного правления России на Ионических островах, когда католики подверглись репрессиям. После обретения независимости, в Греции началось постепенное восстановление католических церковных структур. Этому процессу способствовало и то, что первый король Греции и его окружение были католического вероисповедания. В 1834 году в Грецию был назначен апостольский делегат, и Святой Престол поручил ему попечение над католиками страны. В 1856 году в Константинополе была образована община греков-католиков восточного обряда, которая стала основой греческой восточно-католической церкви. До этого византийский обряд греческими католиками не практиковался. В 1865 году в Афинах был построен храм святого Дионисия Ареапагита, впоследствии ставший кафедральным собором. С 1870-х годов началось восстановление епархии и назначение епископов, но взаимоотношения с православной церковью и с государством оставались сложными. Этим объясняется то, что дипломатические отношения Греции со Святым Престолом были установлены только в 1979 году. До 1990 года, католиков в Греции было около 50 тысяч, преимущественно из числа потомков от смешанных браков между местными греками и венецианцами и генуэзцами. Впоследствии численность католиков начала быстро расти за счет миграции, вызванной вступлением Греции в Европейский Союз, падением социализма и кризисом на Ближнем Востоке. Сейчас католиков в Греции около 200 тысяч. Среди мигрантов выделяются в первую очередь поляки, около 40 тысяч. И филиппинцы, примерно столько же. Весьма крупные этнические группы составляют албанцы и украинцы. Большинство католиков проживает в Афинах и пригородах. Крупные католические общины имеются в Салониках, Патрика, Валя, Волосе. Среди островов выделяются Сирос, где живет около 8 тысяч католиков, Синос – 3 тысячи, а также Керкера или Корфу – 2,5 тысячи. Много католиков и на островах Наксос, Тира, Крит, Родос, Кос, Самос, Хиос, Кефалония, Закентас. Обычаи и традиции, имена и фамилии у этнических греков, особенно на островах, не имеют существенных различий между католиками и православными. Подавляющее большинство католиков в Греции относятся к римскому обряду, однако около 2,5 тысяч практикуют византийский обряд, и несколько сотен – армянский. Основной язык богослужений греческий, но часто службы идут и на английском языке. В Греции действуют монастыри францисканцев, доминиканцев, иезуитов, ассумпцианистов, урсулинок и некоторые другие. В Афинах есть несколько католических школ. Действует греческое отделение Всемирной благотворительной организации «Каритос». В настоящее время территория Греции разделена на 4 архиепархии, 4 епархии, и апостольский викариат Фессалоник. Католики византийского обряда объединены в апостольский экзархат, который распространяет свою юрисдикцию на всю территорию Греции. Ординариат Армянской католической церкви объединяет католиков армянского обряда. Координацию деятельности церкви на территории Греции осуществляет созываемый два раза в год Священный Синод, при котором образован постоянно действующий секретариат. Председатель Священного Синода избирается каждые три года. С пастырской точки зрения основная проблема – рассредоточенность верующих по территории страны. Не хватает культовых сооружений и священников. Католические храмы имеются далеко не во всех городах. Дополнительные трудности возникают в летнее время, когда множество людей, в том числе и католиков, прибывает на курорты Греции. В высокий сезон службы могут проводиться даже в гостиницах, иногда используются и православные церкви, предоставляемые местными властями. Важной особенностью католической церкви римского обряда в Греции является то, что Пасха празднуется вместе с православными, соответственно сдвигаются даты и других праздников, зависящих от даты Пасхи. Бывает, что в одном храме службы идут по двум календарям – для местной общины и для туристов. Проблемы секуляризации общества и плурализации религии стоят в Греции пока в меньшей степени, чем в остальных странах Европы. Относительно большое количество молодежи среди прихожан и высокая значимость христианства в греческом обществе в целом, обеспечивают в ближайшей перспективе устойчивое положение католической церкви в Греции. Продолжение следует...